У нас все педагоги, все ребята расписаны по этим этапам. Вот кто на какой этап. У нас на самом деле первый вопрос, а на первую очередь детей в основном. Здравствуйте, коллеги, я прошу одну минутку внимания. Сейчас Михаилович уже на подъезде, еще буквально просит раздать 5 минут, и он подъедет. Спасибо, потому что пока я его сейчас туда аппарат не разбираю. Да, конечно. Я много еще, никак не могу понять. Какая-то вопрос. Я сейчас просто про историю. Служенный деятель искусств Российской Федерации, в России, наверное, да. Дважды лауреат премии НИКа, член жюри нашего фестиваля и лауреат множества международных и российских конкурсов. Евгений Голынкин, режиссер, член жюри фестиваля, тоже лауреат многих конкурсов. Юрий Кузнецов. Есть талантливые режиссеры. Талантливые сценаристы, кто умеет это раскрыть и действительно очень гуманно. По той причине, что с одной стороны ты понимаешь, что телевизионщик не имеет возможности долго работать, ему дали камеру, быстренько-быстренько с ними принеси. Поэтому все сюжеты в большинстве своем схожи. И наши вкусы, а много людей смотрело и выставляло баллы, отдавались то ли тому, что симпатичен герой, то ли... Очень приятно, что мы встречаемся снова уже на четвертом телефестивале «Смотри на меня как на равного». И вот вчера, когда мы собрались с членами жюри пообщаться, какие же наши впечатления после отсмотров, пересмотров и оценок, мы пришли к такому интересному мнению, что ведь мы участвуем в сотворении истории. Мы все вместе, и те, кто участвует, и те, кому выпала честь судить. Еще одно обстоятельство здесь есть очень важное, потому что мы знаем социальную составляющую, более-менее ее представляемся, социальную составляющую, связанную с этой проблемой. Мы знаем, что делает или что не делает государство. В тех работах, которые мы единогласно отобрали, я бы сказал, что это горизонталь. Это люди, которые спасли себя и помогают спастись другим сами, не ожидая никакой ни помощи, ни поддержки, а просто полагая, что это норма помогать друг другу. И вот эти работы, мне кажется, и будут отмечены на фестивале в первую очередь. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я хочу пожелать тебе счастья, ведь счастье — это самое главное, чего должен застить человек. Относитесь к жизни проще, к людям, к ситуациям. И тогда достаточно понять, что счастье — оно в тебе и вокруг тебя. Да, но теперь уже конец. Причем замечательно. Дорогие друзья, я прошу... Я понял, что ваша жизнь должна разделиться до сегодняшнего дня и после. Почему? Потому что то, что мы видим сегодня здесь, дает не просто мотивацию, а мотивацию задуматься. Потому что мне 24 года, да, и я считаю, что моя жизнь, она идет очень быстро. И мне очень жаль, что я пожил, может быть, лет 70 всего лишь, да, потому что мне хочется жить. Спасибо большое. У нас есть, кстати, микрофон, он находится у Кристины. Кристина, опять же, я хочу, чтобы ты подняла ручку. Вот, посмотрите, девушка, которая ходит с микрофоном. Если у вас возникнет желание задать либо Вадиму вопрос, либо Виталию, который является автором этого сюжета, который еще тут все снимает, у нас все снимается, и нескрытые камеры, вы можете это сделать. Итак, Вадим Алешкин награждается, ну, просто потому, что он хороший человек и замечательный товарищ, я думаю, и стал капучей героем нашего сюжета. Ну, естественно, вопрос такой, может быть, интимный, если Вадим не захочет, то Вадим не отвечает. Вот как девушки... Для меня никогда не было никаких прекрасных сообщений, с правилоположным полом. В то время я пролежал в больнице, то есть больше 4 лет. И мой уровень мышления, конечно, он кардинально поменялся именно там, потому что люди там не такие, как за стенами в больнице. То есть моя жизнь, она поменялась именно в больнице. И когда я вышел оттуда, я начал жить абсолютно по-другому и научился ходить на протезе буквально через... Ну, у меня когда отек уже спал, я через полгода уже ходил и практически незаметно. И уже с того времени, когда я уже переехал в Челябинск на учебу, ну, в 16 лет поступил в университет, 5 лет, 5 лет большинство студентов, ну, там у меня только знакомые, 3 человека знали, что у меня нет ноги, вот 5 лет никто не знал. И когда я начал активно уже, ну, не стесняться того, что у меня ноги нету, выкладывать в интернет там фотографии с соревнований, видео, люди были в шоке, которые потом меня видели. И как ты это скрывал? Это было нереально просто. Мне это приятно, если честно. И не нужно ставить в лохах вообще. То есть, если у вас есть мечта, и у вас такие мысли шарные, что она недостижима, и вокруг многие люди говорят, что нет, вряд ли это произойдет, это блоки. Не нужно их ставить, они ничем, просто ничем.